Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 И как получается, так и получается. Поскольку уже казалось, что читателей очень много, потом я получила замечательную совершенно мини-рецензию. Мне написали, что читать мою книгу можно с любого места. Я сказала, ну что ж, это очень приятно. Значит, каждый может выбрать любое место, которое ему интересно, а дальше вернуться обратно, и это, собственно говоря, ничему не помешает. И вот в пандемию, когда закрыли все театры, и мы должны были выпустить премьеру спектакля, за неделю до конца премьеры закрыли все театры, и мне пришлось верить на даючу, и, собственно говоря, там я её и закончила книгу. Я её закончила, потому что у меня было очень много свободного времени, и я подумала, что это, раз уж так получилось, то надо это использовать как-то в хороших целях. И я её успела закончить. Володя не успел закончить книгу, потому что потом я начала заниматься тем, что это тоже, оказывается, когда ты впервые пишешь, потом сталкиваешься с какими-то вещами, которые, наверное, и для писателей знакомы, а для человека, который сталкивается с этим первый раз, то, в общем, выяснилось, что у меня был огромный вал всего, чего я написала. Ну, тогда я подумал, надо показать какому-то человеку, который, собственно говоря, разбирается в этом. Ну, дочери, для начала, и мужу. Оба сказали, что да, но только надо как-то в этом вале разобраться, что куда, куда-то, что-то там, в одну сторону, что-то в другое. Наверное, правильно это на главы как-то так поделить, для того, чтобы это было удобнее и легче читать. Мне это в голову не приходило, конечно, но на самом деле это действительно так. И тогда это заняло ещё почти год. Вот это вот моё личное разграничение на то, как это всё-таки может быть, как в моём представлении может быть. А потом я обратилась тоже к редактору Володину, он мне очень помог, потому что он как раз, это его работа, и он сказал, что там какие-то тексты правильнее соединить по темам, предположим, что там какой-то эпизод нужно перенести в другую главу, это будет правильнее. И это действительно оказалось правильнее, и мне самой потом было уже легче во всём этом огромном вареве разобраться. Но это всё отнимает очень много времени. Скажем, потом фотографии, которые есть в книге, там оказывается тоже целая история. Даже нельзя поместить фотографии человека, который рядом с тобой, если он не даст на это своё согласие. У меня есть фотография с моей дочерью, где ей 8 месяцев, и ей пришлось подписывать, что она не возражает против того, что эта фотография появится в книге. Там есть свои условия, понимаете, которые тоже новые для меня, собственно говоря. Вот я с этими трудностями столкнулась. Володя почти закончил книгу. Ну, наступило столетие Гика, и как раз, когда нужно было всё заканчивать и чем-то заниматься, он снимал фильм. К столетию Гика – это огромная тоже работа, при том, что когда-то он снимал фильм. К 50-летию в Гика, и это была интересная совершенно история, потому что, значит, там тогда главным человеком, главным режиссёром вообще Советского Союза был Герасимов. Герасимов, естественно, был самым главным человеком в Гике, его жена, значит, Макарова, Тамара, тоже, по-моему, вели курсы актёрско-режиссёрские, собственно говоря. Ей решили показать материал, который Володя сделал к 50-летию, значит, в Гика, и там много было юмора, и Герасимове он показывал, как играть, значит, скупо, и там за студентами. Начинается с того, что я царствую, но кто ж иной? Почему-то Макарова это очень смутило. Ну, решили, подумали, что, может быть, надо перемонтировать, или, может быть, всё-таки как-то, может быть, вырезать этот эпизод, ну как, Герасимов, главное, ещё как вырезать всё-таки. А всё уже снято, время поджимает, решили, значит, педагоги взяться, стали монтировать что-то, сказали, ты отойди тогда. Он ещё студентом тогда был, давай мы попробуем перемонтировать. Перемонтировать так, что, в общем, тоже понять, кто кому с вами брат был, невозможно. Думали, думали, все рассердились и картину смыли. И замечательные вещи, когда вот уже он делался к столетию, он так жалел, что там нет каких-то таких интервью, и уже этих людей нет на свете. А там были совершенно изумительные интервью. Ну, в связи с тем, что он снимал фильм к столетию, он не успел сделать свою книгу, но вот поскольку вышла моя, я теперь сейчас занимаюсь тем, чтобы передатировать то, что есть. Всё равно она не до конца написана. Ну, там, где она заканчивается, тем она и закончится. Поскольку у меня жизнь продолжается, то, да, и мы её обязательно с Юлию выпустим, и этой редактурой будем заниматься прицельно вот сейчас всё лето. Моя книга тоже заканчивается на том, что там как-то было в сетях, что я ушла там всё, ну и живу на даче. Как-то там, не знаю, Маркорбов сажали, не знаю что. Это неправда, я на самом деле преподаю книги по-прежнему и работаю в театре. Заканчивается книга тем, что я жду новую премьеру, но это была премьера прошлая. Вот к моему нынешнему юбилею, когда вышла эта книга уже, у меня вышла другая премьера, новая, которую называется «Мадам Рубинштейн». Ну, в общем, это, пожалуй, наверное, всё, что я хотела вам рассказать о том, как она начиналась, как она работалась и как, собственно говоря, она появилась. А дальше я подумала, что если у нас с вами встреча такая, то, может быть, вы мне зададите вопросы какие-то более конкретные, чтобы я могла вам на них ответить. Я постараюсь ответить. Да, и мы переходим к вопросам. Знаю, что вопросов много сегодня. Что первый? Да, пожалуйста. Я, с вашего позволения, присяду. Добрый день. Многие актеры, когда снимаются в кино, после того, когда фильм выходит на экран, как, ну, относятся к этому блоку, как их сняли, как они выглядят. Вот ваш фильм, когда вы первый раз снялись, и как ваше впечатление об этом, что вы на экране выглядите, как вы к этому отнеслись, недовольны вы были с собой или нет? Это вы имеете в виду фильма, с вашим заменением? Нет, ну, вот первый фильм, когда вы снялись. Самый первый фильм был Недовиченко. Да. Просто, если можно, расскажите, как вы восприняли вот это, что вы на экране выглядите. Хорошо, расскажите. Я подвину, чтобы остальные тоже меня выделили. Значит, поскольку сейчас у нас у всех телефонных группах, и все снимают друг друга постоянно, и все привыкают к своему изображению очень рано. А в то время, когда мы начинаем, ничего этого не было, и поэтому увидеть себя на экране, ты себя представляешь совершенно другим, естественно. И поэтому, когда я увидела себя на экране, я вам должна сказать, что когда я закончила школу-студию МХАТ, и нам дают диплом «Актер театра и кино», но в МХАТе категорически запрещено было сниматься в кино. До такой степени, что, скажем, многих актрис, Татьяна Самойлова, Варя Малевина, их увырк увольняли за то, что они позволили себе сняться в кино. Их потом с удовольствием брали другие высшие учебные заведения. Это, например, Щукинское училище, они заканчивали. И все в карьере было прекрасно, но, тем не менее, школа-студия МХАТ только вот сейчас начала позволять своему актеру заниматься. Это несправедливо. Нельзя давать диплом «Актер театра и кино», если мы понятия не имели, что такое кино. Особенно, если ты вообще не знаешь, как ты выглядишь. Поэтому, когда я увидела себя в этом фильме, назывался он «Нелетный», то это было ужасно, потому что я шла, как будто бы я проглотила какой-то, знаете, штырь железный. Значит, я ходила вот так. Я увидела сразу, конечно, режиссер попытался максимально это снять, это сникшировать, но, конечно, мне не понравилось ничего из того, что я увидела. И это было естественно. Это не было только малерия. Это были реакции всего нашего поколения, именно потому что там еще фотографии были, очень редкой вещью для того, чтобы можно было себя увидеть. Поэтому фотографии это тоже было сказано. Ну, тут, так как и сейчас, правда, бывают такие, такое помещение в интернете, такое вот эти напишки. Это ты, оказывается, тоже удивляешься. Ну, и, в общем, бывают, конечно, неудачи на какие-то планы, это все, но кино – это несколько иное. Но я вам должна сказать, что когда вышел фильм «Осказь, визам не верит», то все три героини, мы все девочки, были тоже очень недовольны, потому что мы в жизни были лучше гораздо. И, в общем, Ирочка Муравьева даже заплакала, когда она увидела себя на экране. Мы в самом деле были лучше. Но на самом деле это давало тот шарм фильму. И даже поскольку он снимался на СВМе, это такая была у нас пленка, а не на Кодеке, это особое дело, понимаете? Это другой цвет, который достаточно трудно сделать. Но он давал те годы, 58-й год. Потому что тогда именно такие носили девочки прически. У нас не было крюмеров, которые нам делали какие-то невероятные прически. Именно тогда очень скромная косметика была на монтажках. И в результате это все принесло… Это не достатки, которые нам казались, казались достоинствами фирмы. Но мы затаили недобрый взгляд на нашего оператора и думали, что он, конечно, мог бы сделать нас покрасивее. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Да, спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Вера Валентина, расскажите, пожалуйста, а как вы поступали вообще? Тяжело ли вам было поступать в студию ХАД? Какой вообще был конкурс? И как вы могли разглядеть в своем будущем уже вот такой недюжинный товар? Какой он оказался в общем? Он тоже был очень скромный человек, когда в медицинском учился. И вот вы, наверное, может быть, одна из единственных женщин, сумели вот в нем разглядеть вот эти способности и его замечательные таланты. Ну, вы знаете, поступление, это всегда, особенно в творческий вуз, это достаточно сложная история, просто потому что это, ну, конкурс всегда большой. Все хотят быть артистами, хотя я своим студентам говорю, что выбрать эту профессию, это значит практически уйти в монастырь, потому что все праздники актеры работают, вечера все актеры работают, и работают достаточно много, поэтому это, собственно говоря, ну, это очень отнимает много времени от семьи, от праздников. Ты не можешь, ты обязан, когда ты уезжаешь куда-то, на дачу даже, то ты должен сообщить, где ты будешь, потому что бывают срочные замены в театре, скажем. Заболел актер, и срочно нужно заменить один спектак другим, и тогда ты должен явиться в любое время, это твоя обязанность. Об этом даже пишут в договоре, когда ты заключаешь договор с театром. Поэтому это я не могу сказать, что это, я не могу сказать, что это такая особая вопроска. Ну, к этому как-то все привыкли. Тем более, что я из актерской семьи, у меня же это актеры, поэтому, собственно, я не понимала, что это такое. Но поступление в творческий образ, оно всегда сложно, потому что творческая личность, я часто это говорю, она растет так же, как и маленькие дети, неравномерно. Например, у меня мама была очень хорошей актрисой, я помню ее роли, но она, когда училась в институте, ее хотели выгнать все время, потому что она никак не соответствовала тому уровню, который требовался на первом курсе, на втором и на третьем, и практически только к концу третьего курса ее разглядели. И то потому, что все время одна педагог была, которая очень ее любила, и говорила, не трогайте ее ручку. Она была очень стеснительным человеком. Все-таки эта профессия наша требует перешагнуть через какие-то вещи. Тот человек, которого ты представляешь на сцене, он не является тобой. То есть мы все, когда говорят, из чего вы делаете? Вот из того, что я прочитала, из того, что я пережила, из того, что я люблю, какую музыку я слушаю, с какими людьми я дружу, какая у меня точка зрения на мир, на войну и так далее. Вот из этого всего мы, собственно говоря, и творим то, что есть. У нас нет, значит, ни скрипочки, ни зайцев в этом самом, в колпаке этого, в цилиндре, ни рояля, ничего, значит, из себя. И тем не менее, это другой человек, которого ты представляешь собой. И вот это то, что у тебя, может быть, душует, пушует в душе шекспиревские страсти, они не всегда выходят наружу, когда ты показываешь их комиссии, которые тебя смотрят, слушают. И очень многие актеры говорят, что там, скажем, такой был замечательный Бурков, артист, которому сказали, что нет, вы никогда не будете актером. Мне, когда я поступала в Щепкинское училище, тоже сказали, девочка, иди, 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 ты актрисой не будешь никогда. Да, я считаю, что педагоги вообще-то не должны этого говорить, потому что юная душа не готова услышать слово «никогда». Вот. Только потому, что там, ну, что-то вот в этот раз не получилось. Может, через час этот человек показаться очень хорошо. И поэтому поступление – это очень сложная история. И там очень много отбора. На самом деле, это консультации. Консультации – это первый отброс людей, которые приходят самые разные, что удивляет, потому что очень многие люди о себе думают не так, хотя у нас сейчас развиты вот это, мы себя видим со стороны. Тем не менее, им кажется, что они много лучше, выше, что они не хромают, что у них нет, скажем, какой-то недостатка физического. Им кажется, что они хорошо говорят, правильно. А на самом деле, вот такая общая история, когда это консультация, когда человека нельзя принять просто по каким-то таким явно физическому какому-то недостатку. А потом идёт первый, второй, третий курс, тур и конкурс. А вот когда мы поступаем, оказалось большое количество людей способных. И поэтому у нас был первый, наверное, консультация, потом у нас был первый тур, потом два вторых, два третих, и только потом уже конкурс. Это очень много. Это требует такого напряжения нервов и всего. И потом эта конкурентная всё время атмосфера, в которой ты находишься, которая тоже требует какой-то закалённости души. Потому что всё-таки мы все, все девочки конкуренты друг к другу, все мальчики тоже конкуренты. Ну и, в общем, короче говоря, повезло. Я поступила, Володя тоже поступила. Он поступал четыре раза, а я два. И он шутливо говорил, что мы, конечно, четыре раза его не принимали, именно потому что мы должны были когда-то встретиться. Поэтому, значит, он не мог поступить не четыре раза, а я два. Да, он был неудачным студентом, и я не понимала, почему. Он был очень умным человеком, и с юных лет был очень умным человеком, очень начитанным человеком. С ним было очень интересно говорить. Я вообще считаю, что красота мужчины в уме. Потому что может быть очень красивым и абсолютно балдой, поэтому неинтересно. Мне кажется, что всё-таки интереснее вообще иметь дело с умными людьми. И мне, когда у меня родилась дочь, я считала с Поком, и он говорил о том, что надо с ребёнком разговаривать, не как с маленьким, а как со взрослым, объяснять ему всё. И потому что он будет это понимать. Он говорит, он будет умнеть, а с умным человеком всегда легче поговориться. Я считаю, что он абсолютно прав. И поэтому, что касается детей и взрослых, я считаю, что это всегда очень хорошо. Так вот, он хотел добиться сути какой-то, но не той, которую прописал Анастасия Сергеевич Станиславский. Если говорить по большому счёту, он был с ним не согласен. Но это невозможно в школе-студии МХАТ, которая построена на этой системе. И я тоже не сразу понимала, что это. Я только с возрастом поняла, что практически. Володя всегда стесняется, что об этом говорит, но он был действительно очень талантливым человеком. И он был человеком большого таланта. Человек большого таланта, несмотря на то, что это мой муж, я прошу меня простить за эти слова, но человек большого таланта – это всегда своя система. Она своя. И он не может с чужой системой, то он её не может принять, потому что у него есть своя. Она может быть невыражена, потому что он ещё слишком молод. Она может быть несформулирована, но она очень чётко чувствует за него то, что ему подходит. Понимаете? И ему не подходило то, что предлагали педагоги. Педагоги предлагали нам очень серьёзные вещи. Например, нужно было прожить... Вот до того, как ты выходишь на сцену, предлагается подумать, как человек провёл день, а то и два. До этого что с ним было. Помимо того, что там нужно изучить биографию и так далее, и тому подобное. И начинать нужно с малого, так же, как нужно учить маленького ребёнка, например. Нельзя сразу просить его прыгнуть два метра, если вы хотите, чтобы он стал чемпионом, может быть, пусть он начали перепрыгнуть в маленькую планочку. Володя считал, что нет. Надо начинать сразу. С серьёзных очень вещей, с мощной драматургией и с очень трудной драматургией. Он считал, что так. И когда мы начали преподавать, он начал это пробовать на студентах. У кого-то это получалось, у кого-то нет. Но он считал, что вот эти все тюнды, все эти подходы, это не нужно. Это всё лишнее, потому что ему это не подошло. Но вот эту систему его, я не понимала, но то, что там бьётся не глупость, и не упрямство, а даромание, это я увидела сразу. Буквально сразу. Мы очень хорошо с ним дружили. Просто по-человечески дружили. У нас не было никаких абсолютно так в голову не могло прийти, что никогда у нас возникнут какие-то отношения, помимо дружеских. И я понимала, что этот мальчик очень талантливый, но педагоги, поскольку они совсем другим боком занимались, понимаете, он не подходил. И он никак не подходил. И в результате он чувствовал, что как-то не то, не так, а как так? А так его не устраивало. Поэтому он был неуспешным студентом. Он был неуспешным студентом, но, как вы видите, всё-таки тогда, когда он вышел на волю в том плане, когда он мог делать то, что он хочет, то понятно стало, что всё-таки там есть своя система, своё понимание, что важно, что не важно, что интересно, что нет. Таким образом, всё-таки, он оказался прав. Знаете, вот ещё, он учился у Михайловича Рома, во ВГИКе уже. И вот Ром болел, когда набирали их курс. Поэтому он хотел добрать курсы, вот он себе на курсы взял только двух человек. Это Меньшова и Пихолкова. А в своё время точно так же он на курсе у него учился Тарковский и Шукшин. И это великое дело, педагогическое. Вот в Амхате, на нашем курсе, таких педагогов не было, которые понимали, что, может быть, другая система. Другая система, и она тоже интересная. Может быть, имеет смысл порыться, что-то, помочь этой системе как-то прорасти. Но такого не случилось, и поэтому, собственно говоря, он чувствовал себя очень неуёбно. А я, ну, как-то я, почему-то от того, что мы с ним много разговаривали, я видела, что этот человек бьётся куда-то, куда-то туда, куда он хочет пробиться, и что это просто, действительно, просто какое-то недопонимание того, отказ от того, что ему предлагают. Мне кажется, что это тоже неверно, потому что принимать надо всё. Пожалуйста, пусть будет твоё что-то, но то, что тебе предлагают, надо попробовать. На что он мне говорил, я пробовал, у меня не получается так, у меня получается иначе. Ну, значит, значит, вот то, что ему получилось иначе, мы все с вами наблюдаем. Спасибо. Есть ещё вопросы, уважаемые зрители? Пожалуйста. Вера Валентиновна, поскольку мы в литературном кафе, хотел спросить, а у вас были образцы, может быть, которые, ну, не на которые вы равнялись, но которые вы любили в мемористике, ну, и вообще, вот в литературе, скажем, кто для вас эталон? А мемористика, я имею в виду, конечно, актёрские биографии, воспоминания, может быть, не обязательно актёрские, в том было интересен. Я вас очень разочарую. Потому что ничего этого не было. И не было благодаря моей маме. Потому что она говорила, что каждый человек интересен сам по себе. И в Библии написано «Несетворясь от коммера». Поэтому она говорила, что вот эти все, знаете, вот девочки там собирают фотографии артистов, ну, так это было модно. кто-то кому-то подражал, кто-то делал какие-то прически, или так, одевался так же, как кто-то. Ничего этого у меня не было. Я как-то сразу поняла, меня воспитывали достаточно строго. Это, я вам скажу, ещё время было такое. Я дитя войны, поэтому там всех воспитывали строго. Не только родители, а и время, война. Но вот это ощущение собственной самоценности, оно было в нас всех, всех с детства. Понимаете? Мы понимали, что мы разные, но мы все очень ценные. Поэтому, собственно говоря, ну, да, разумеется, потом, когда читаешь, что партия на лиду, понимаешь, как человек пробился через всё сам. Да, наверное, это какие-то... Ну, для мальчиков, наверное, скорее. И там какие-то литературные герои. Ну, даже героиня моя на сквозь из-за меня верит. Значит, она в своё время в Китае провели вопрос, кем ты хочешь быть. Все китайские девушки сказали, Катерина, если на сквозь из-за меня нет. Понимаете? Так что, наверное, эти идеалы есть. Но у нас другой менталитет, что ли, я не знаю, поэтому этого, абсолютно этого не было. Другое дело, что нам всегда с очень раннего детства, с очень раннего, ну, на самом деле, ничего было, жили очень бедно все. Все жили бедно, ну, какие-то, наверное, исключения были. Поэтому нам всегда говорили, что то, как ты одет, не важно. Важно, что ты думаешь, что ты читаешь, о чем, чем бы ты хотел поделиться с близкими, с миром, что ты из себя представляешь, кем ты хочешь быть, чего ты хочешь добиться, что ты сделал за сегодняшний день, нового для себя, что ты узнал. Но это очень двигало. Действительно, было совершенно не важно, в чем ты одет. Ну, и, кстати, это вообще было на каком-то заднем плане. Поэтому, собственно говоря, так вопрос вообще не стоял. Понимаете, что там, ну, по-своему, в моем окружении и в моем детстве. Вот. И у меня тоже. Можно, пожалуйста, чуть-чуть? Да, вы про эту руки писали книгу, потому что она довольно объемная для сегодняшнего. Да. Я писала ее на айпаде. То есть я речетала на айпаде. Потому что там можно исправлять. Учит все. Я вот с самой дуно научилась, и это очень хорошо, это очень помогает. Но смешно было, что когда потом я отправила книгу, у меня есть ошибки. Несмотря на то, что она проходит потом уже в редакции, там называются эти люди, которые я прочитываю, это идет два фильтра. И несмотря на это, все-таки случаются ошибки. И случаются крупные ошибки. Например, Олеся Ковна лишних 10 лет дали жизни. Она умерла в 1974 году, где все, в 1974, а книга написана в 1984-м. И маму Баталова звали не Альшанская, а Нина Альшевская. Ну, Карабодский назван, неправильно назван. Карабодский, а он Корободский. Удивительно, что невозможно это исправить. Тогда вот заново стали печатать. Первые непечатанные книги все раскупили и потом стали печатать. Следующие я просила. В советское время я помнила, что там бумажечку вкрым вставляли, да. Что правильно вот так. Мне сказали, что даже это невозможно. Я даже удивилась, почему. Так вот, поскольку я печатала на айпаде, а потом вычитывала и нашла здесь 11 ошибок, ну, какие-то просто оговорки, которые не имеют значения. А есть какие-то серьезные вещи. Это серьезные вещи. То я эмоционально совершенно по-другому ее восприняла. И это было для меня так удивительно, потому что я писала с одной эмоцией, там, а потом, когда читала, я понимала, что эмоции у меня рождается другая от того, что я прочитываю. И я очень переживала за читателей, потому что мне хотелось, чтобы он ту эмоцию, которая ее вот там в айпаде заложила, чтобы он ее поймал, почувствовал. Поэтому я, собственно говоря, не знаю, какое она произвела впечатление. Пока что, ну, те, кто мне пишут, кому она не понравилась, не напишут, а те, кто пишут, то пока что она производит впечатление очень симпатичное. Она была еще объемнее, я ее еще сокращала, но я пришла в этой студии. Я пришла в очень большую жизнь, поэтому у меня, естественно, накопилось много воспоминаний. Очень рада, вторая часть. Дорогие друзья, есть ли еще вопросы? Есть? Да, пожалуйста. Здравствуйте, Мира Валентиновна, скажите, пожалуйста, какая роль вам особенно дорога? Что вы можете сказать об своей роли в фильме «Время желания»? Это, может быть, будет странным, но у меня нет особой роли, которую бы я любила. И объясняю, почему. Мы ведь себя любим, а все мои роли из меня. Именно потому, что у меня нет кролика в цилиндре. Именно потому, что все, что происходит, как нас учили в нашем институте, что в человеке изначально заложены все качества, даже качества убийцы. Все абсолютно. Другое дело, что то, в какой среде он живет, какие он эмоции получает, у него развиваются те или иные качества, какие-то больше, какие-то меньше. Ну, поэтому, собственно, почему я говорю, что тот человек, которого я играю, это часть меня, та, которая во мне заложена, и во всех вас, в нас заложены все качества. Поэтому у меня нет особой любимой роли. Я их все люблю, потому что я их, я в них долго, о них долго думала, я долго ими занималась, я долго думала, как отрицательная героиня, положительная героиня, это не имеет значения. Что касается времени и желания, это вопрос очень любопытный, потому что, если говорить по большому счету, то сценарий Гребнева был написан про героиню, если говорить грубо, отрицательно. и, собственно, когда, ну, Райзман, он большой режиссер, и он не хотел, чтобы это было, вот знаете, вот, понятно, по каким-то поступкам, она отрицательная. Что было ценно в сценарии, в том, что это начало нашего женского бизнес-вуминства, оно уже появилось в жизни, нигде не было отражено, ни в сценариях, ни в книгах, и поэтому мне очень понравилась эта новая волна, несмотря на то, что Райзман, который начал снимать фильм, было уже 80 лет. У него ухо, как у каждого талантливого человека, было настроено на современность, и поэтому он тоже взялся за этот сценарий с радостью, но он хотел избежать вот этой, собственно говоря, прямого указательного перста на то, что она отрицательная. Там прямого указательного не было, потому что Кребнев тоже очень талантливый сценарист. Но, тем не менее, мы всё равно по её поступкам понимали, что, собственно говоря, она, ну, прямо скажем, не ангел. И таких поступков накапливалось много. Когда фильм заканчивается, то его показывают всегда в эталонном заливе с фильма, и когда его показали, этот фильм, то после конца вдруг раздались мужские голоса «Вот мне бы такую жену!» Из чего было понятно, что с отрицательной героиней... Помогите, пожалуйста. Да. 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 Что с... Давайте, да. Что с отрицательной героиней, не получилось. Дорогие друзья, у нас остаётся совсем немного времени до автограф-сессии. Есть ли ещё вопросы? Один, и может быть, ещё один. Один-два. Отлично. Отлично. И поэтому стало быть. А потому что там в финале была сцена, когда на кладбище она хоронит своего мужа, то она замечает композитора, с которым у неё не получилось вначале. И композитор подходит к ней, и понятно, что, конечно же, следующим мужем будет композитор. Потому что, конечно, это дано умеет выбирать себе мужей, а это не самое такое, собственно, качество, когда это не по чувству, не по любви. Но, тем не менее, Райзман эту сцену не стал снимать даже. Он сказал, это будет совсем уж указывающий вес. И поэтому многие люди не путаются. И вот-вот. Кому-то даже хотелось быть такой ужином, который, собственно говоря, довела мужу практически. Конечно, она его повысила в должности, но умер из-за этого. Добрый вечер. У меня вопрос по книге. Поближе. Не договорите микрофон, я вас не слышу. Добрый вечер. У меня вопрос по книге. Откуда такое название? Все не случайно. Значит, откуда такое название? Хороший вопрос. Потому что мой партнер Александр Анатолий Ширин, которому 19 числа будет 88 лет. Он пишет книги, он очень островный человек, совершенно замечательный человек. И когда я с ним говорила о том, что вот так, вот мне поручили, все, он мне все время говорил, ты имей в виду самое главное название. Потому что человек идет, 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 смотрит там все, потом раз, интересное название какое-то. Поэтому, значит, ты подумай об этом. Я стал думать. Стал думать, как же, собственно говоря, назвать вот это все мое произведение. Ну, он известный остряк, поэтому, естественно, понимаете, вместо некролога, незадолго до некролога последнего книга вышла, значит, с клованским носом. Замечательно совершенно. Вот. Но когда я стала ее писать, книгу, а потом перечитывать, я вдруг сама неожиданно поняла, что все стечение обстоятельств, которые случались в моей жизни, они не случайны. Потому что мне казалось, что случайны. А потом выяснила, что именно из-за этого произошло следующее. Если бы не было этого, не было бы этого. И оказалось, что все совершенно не случилось. Все. Даже маленькие мелочи, они оказываются не случайны. И тогда я подумал, что надо так ее и попробовать и назвать. Ну, я не стал с Александром Анатольевичем, потому что он бы мне сказал, что с ума, там, это нужно и так далее. И вот я и решила назвать так. Вот так мне родилось, так решила. спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ И последний вопрос на сегодня. Добрый вечер, Вера Валентина, спасибо, что вы пришли к нам. Очень приятно вас видеть. Я вас умолюю, я ничего не понимаю. Говорите, вот как я плову. Добрый вечер, Вера Валентина, спасибо, что сегодня пришли к нам. Вопрос такой, по поводу вашей работы. Вот скоро начнется поступление абитуриентов. Вы присутствуете на турах? Если да, то сложно ли это? Если нет, то хотели бы, потому что я понимаю, что это решается судьба, и вы как бы один из тех людей, которые решают судьбу детей. Так, переведите меня, пожалуйста, я не очень понимаю. Очень хороший вопрос, на самом деле. Вы на каких турах присутствуете при поступлении абитуриентов? Я так понимаю, на первом туре вас нет? Вы присоединяете? Нет, я есть. Есть с первым? Я нет только на консультации. А на всех остальных турах, конечно, я присутствую. И на первом, и на втором, и на третьем, и на конкурсе. А потом еще у нас есть просто так называемые беседы. Потому что тогда нужно знать, что человек, собственно говоря, ну сейчас они свелись практически на нет, потому что ребята очень мало читают, очень мало знают. Не знают художников, не знают больших актеров, не знают совершенно знаменитых фильмов. Поэтому это практически сейчас свелось на нет. Очень мало знают, просто это такая печальная история, понимаете? А талантливые, они, да, они талантливые. Еще я сталкиваюсь с тем, что у них плохо развита фантазия, а для актеров фантазия очень важна. Объясняю всем вам, молодым, особенно, почему так важна фантазия, и почему она отсутствует. Потому что, когда мы были маленькими, у нас не было видео, у нас не было диска, и нам говорили, вот пришла к Аленушке баба Яга. Мы представляли, какая Аленушка, какая баба Яга. А теперь говорят, на кашу, вот, вот, диск, смотри. Ребенок смотрит, как пришла к Аленушке, баба Яга, и видит, какая баба Яга, какая Аленушка. А он точно это сам придумает. Это должно родиться в его душе. И каждая сказка рождает новые образы. На этом растет фантазия. И сейчас мы сталкиваемся часто с тем, что приходят молодые люди, и их фантазия не развита. Им надо показать, подсказать, куда-то ткнуть носом, потому что сам он стоит и не знает, что делать. Внешний чудесный, внешний он выглядит. И он хорошо говорит. Субтитры создавал DimaTorzok